Играет очень надежно, но нет начала атаки у Лестера, хотя Шмейхель нашел свободную зону, бросил туда мяч, и Лестер идет вперед, достаточно хорошая передача, Варди! Давай рекорд! Давай рекорд! Есть рекорд! Есть рекорд в Премьер-лиге! Вы не поверите, 4 года назад, Галифакс Таун, Флитвуд Таун, знаете такие команды, уважаемые болельщики? Ну а теперь смотрим, как три защитника Манчестер Юнайтед не успели за Джейми Варди, пробрался он между двумя из них. Вот интересно, Дармиан и Эшли Янг, вдвоем Дармиан и Эшли Янг остались на позиции центральных защитников, это как так, а где были все центральные? Ну вот, хваленая защита Манчестер Юнайтед, которая действительно очень мало пропускает, сейчас все сыграли неудачно, потому что атака по геометрии была, согласись, достаточно предсказуемой. Постоянно в основном в составе, так что выбор, в принципе, игроков есть, но ставку сделан Невангал сегодня вот на этих двух центральных полузащитников. Мореса, Кадзаки, Ванзок, Асани, здорово, можно бить на этот раз Дэхиде, но очень легко Лестер проходит это оборонительное построение, это предыдущий эпизод с ударом, а... Меча в штрафную площадь, в сторону руни Марсиаль, но это его любимый маневр, вдоль в ворот, заблокировали удар защитники Лестера, Марсиаль действительно прошел в лицевую, по ленточке прокрался. Ну, мне кажется, что попасть в створ ворот было очень сложно, потому что Шмейхель караулил именно ближнюю штангу, и здесь только при невероятных обстоятельствах... Чаще левым флангом атакует Манчестер Юнайтед, нежели чем правым, Янг очередную подачу, но все это мимо. Ловко, может быть, сыграл Дринкотер, мяч ушел на угловой, но вот эти вот коронные резкие движения, финты Янга, когда не поймешь, в какую именно сторону он будет обыгрывать, ввели в заблуждение защитника, подача прошла, но там нет высокого на подачу, Манчестер Юнайтед и не забьет, он может переломить ход матча, подача! Ну, чувствовалось, что может здесь что-то произойти. Неопытная команда от неопытной, Леснер неопытная команда, надо было доигрывать этот эпизод, конечно, более четко, японец сейчас просто как ребенок действовал против Швайнштайгера. Нет, он как будто из детской группы здесь пришел его сторожить, почему против такого мощного Швайнштайгера играет Акадзаки? Ну, здесь было смешно, что судья, кстати, молодец, что не дал штрафной, я считаю, абсолютно правильно сделал, потому что борьба вольно. Раздевалка, которая, конечно, подняла настроение Манчестер Юнайтед, но я бы не сказал, что сильно расстроил Леснер. А вот сейчас, внимание, атака Леснера в арди! Ну, что ж, какую ему... Толбрайтон действительно слишком высоко на варди мяч забросил, а ведь варди оставался в очередной раз один штрафной площади соперника. Смотрим, не успевает за ним на этот раз Дейли Блинд вообще, когда говорили перед этим матчем, против кого будет больше играть варди, к кому он будет больше смещаться. Все говорили про Дейли Блинда. Подача то ли мата, может быть, вообще в ближний угол пробьет со своей левой, нет, уступает мяч Янгу, подача, удар! Швайнштайгер и добивание! Мимо ворот добивание получил. Чего вам любопытно, что именно Швайнштайгер выводит на удар головой партнеров, потому что подача была абсолютно нацеленная. Подача была на Швайнштайгер, а не туда, куда-то в зону. Швайнштайгер двигался к этому мячу. И это была голевая ситуация. Каспер Шмейхель выручил свою команду, а дальше Руни, ну, к счастью, не попал по нему ногой соперник, так что я думаю, что... А, нет, все-таки попал по ребрам, но это не страшно. Я думаю, что сильно ушиб, это не поясница, как могло показаться. Как-то инстинктивно пропускал мяч, а сейчас Морес, опасно 3-2! Что-то не хватает, отдай налево, покати! Улья, ну, будет бить поворотом, но ДХ, браво! Морес очень жестко высказался и сообщил, что, по его мнению, Манчестер-Гинайк нужно обязательно купить нападающего, забивного, где такого, то, правда, найти. Голевая атака, все правильно и очень грамотно, вообще очень приличный вот этот вот 26 номер, Алжирец. Перриад Морес, конечно. Очень прилично играет, выкатил мяч. И вроде тут тоже было сделано все ДХ, конечно, красавчик, потому что бадал Швайнштейгер, конечно, мяч, довольно опасно. Передача проходит какая-то, нет осайда, бить можно! Аспинон принял, и пришлось ему выковыривать его из-под себя, бить уже было не очень удобно. Можно было и передачу, наверное, сделать.